Святая Церковь прославляет Великое Таинство Боговоплощения, рождение Господа нашего Иисуса Христа, предвечного Бога и Искупителя Рода Человеческого. Накануне вечером и в сам день праздника Рождества Христова управляющий Татарстанской митрополией митрополит Казанский Татарстанский Анастасий возглавил праздничное богослужение в храмах города Казани. Великое повечерие с литьей и праздничное утренню его Высокопреосвященство совершил в Петропавловском соборе, где ему сослужило духовенство прихода. Утром 7 января глава Татарстанской митрополии возглавил божественную литургию в Благовещенском соборе Казанского Кремля. К началу божественной литургии в рамках международной акции скаутов Европы и России был доставлен огонь, зажженный от неугасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме. К началу богослужения в кафедральный собор была доставлена лампада с Вифлеемским огнем из Иерусалима. Во время причащения духовенства благочинный города Казани и претерей Дмитрий Солков зачитал рождественское послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На нас возложена великая честь поступать в этом мире так, как поступал наш Учитель и Бог, силою Христовой быть непоколебимыми в противосостоянии греху и не ослабевать в усердном творении добрых дел, не унывать в ежедневном усилии по преображению нашего греховного естества в нового благодатного человека. По окончании литургии священнослужители совершили исслабление празднику, в завершении которого владыка-метрополит поздравил верующих с Рождеством и обратился к молящимся со словом поучения. Звезда Вифлеемская привела нас опять к яслям Бога-младенца, чтобы принести Господу наше сердце, любящее сердце. Господь ничего не требует от нас, Он требует только одного чада. Дай мне твое сердце, любящее и слушающее голоса моего. А голос Божий заключается в тех святых заповедях, которые принес Господь на землю. Это послушание Его воли, это исполнение Его заповедей во всей нашей жизни. Заповедь новую дал нам Господь. Да любите друг друга. Вот эта любовь Божия, проявленная в пришествии Господа на нашу землю, она должна проявляться и в нашей жизни. Спасибо.